Небольшое село Гражданское в Минераловодском округе. Всего три тысячи жителей, 300 из которых дети. Ежедневно родителям приходится возить малышей в садики соседних населенных пунктов. Почти 30 лет маму и папу просили, чтобы детский сад построили в родном селе. И вот мечта сбывается. У Маргариты Герасименко две работы и трое детей. Старшие уже пошли в школу, а вот малышку Лолиту планируют отдать в новый садик. Было очень тяжело. При этом уже ребенок ходил старше в школу. Мне нужно было успеть завтрак сделать, приготовить его, разбудить. Ну и третье, конечно, я очень рада, что это здесь. Такой большой садик. Мы просто вообще в восторге. Уже к Новому году подобные отзывы оставят и родители сотни других детей. На такое количество воспитанников рассчитано учреждение. В нем есть музыкальный, хореографический и спортивный залы, компьютерный класс. В общем, все, чтобы ребенок развивался и нашел свое хобби. Я в детский сад ходить не любила, но такое посещала бы с удовольствием даже сейчас. Разнопрофильные кабинеты, батут и даже беговые дорожки. И все это в небольшом поселении. А помог построить объект национальный проект демографии и государственная программа Ставрополья развития образования. Суммарно на все работы выделили около 250 миллионов рублей. Строительная часть, это порядка 160 с копейками. Остальное технологическое оборудование, причем самое современное. Здесь и два лифта, и современный, то есть пищевой блок со всем необходимым. Ну и, соответственно, иное там постерочное оборудование, все есть. Ну, соответственно, мебель. Мебель уже смонтирована, шкафчики стоят, кроватки стоят. Названия у садика, как вы видите, еще нет. Его придумывают всем селом. Наша съемочная команда тоже придумала вариант. Свой малыш. Приняли участие в строительстве детского сада Татьяна Писарева, Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение.